Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Привет, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Здесь такое присутствие Божие. Я верю, что оно сейчас, собственно говоря, проникает сквозь экраны ваших телевизоров. У многих людей есть коварный враг. Некоторые даже не смогли распознать его. Имя этого врага – страх. Он удерживает вас от исполнения вашего предназначения. Он удерживает вас от Царства Божьего. Он удерживает вас от сверхъестественного мира. А у моего гостя было тысячу причин испытывать страх. Два раза врачи ему сказали, что он скоро умрет от болезни. Но мой гость одолел этого врага и получил повеление от Бога научить вас, как его победить. Он рассказал мне, что уже 10 лет живет без страха, абсолютно без любого проявления этого ужасного чувства. А вы бы хотели иметь то же самое? Я сказал своему гостю, что про его историю о том, через что он прошел, можно фильмы снимать. Это шокирующая история. Он вырос в обычной американской семье, занимался футболом, плаванием, хорошо учился. И вдруг, как гром посреди ясного неба. Однажды он катается на санках и въезжает прямо в машину и получает сильные физические увечья. Ему не оправятся от этого. Он навсегда останется таким. И во спортивной карьере наступил конец, поэтому он связывается с плохой компанией, наркотиками, оружием и преступниками. И ему повезло остаться в живых, в отличие от многих его друзей из старших классов. Но он в конец свихнулся в результате такого образа жизни. Он потерял способность быть нормальной личностью, и его отправили в гослечебницу для душевно больных штата Делавер. Там решили, что единственной возможностью для него будет электронная лоботомия. Это означало, что он превратится в трехлетнего ребенка и останется таким на всю жизнь. Но за два дня до этой процедуры, до лоботомии, один смелый человек рассказал ему об Иисусе, «И Гэри Уэтстоун помолился молитвой спасения». Он даже не понимал, что делает, но неожиданно после этого к нему вернулся разум. Он пошел к доктору, ведь через два дня должна быть лоботомия, и вот что там произошло. «Гэри, расскажи!» Я оказываюсь в кабинете доктора и рассказываю, что со мной на самом деле произошло. И вот я сижу перед ним с длинными рыжими волосами и длинной бородой, со скованными руками и ногами, и говорю, «Посмотрите, я в здравом уме». Он спросил, «Откуда вы это взяли?» Я ответил, «Иисус это сказал». «Вы что, слышите голос Божий?» Я ответил, «Да». «Сказать психиатру лечебнице для душевно больных, что вы слышите голос?» Итак, я сказал, что слышу голос Бога. Этот парень поправил свои очки на носу, откинулся назад и начал что-то записывать в свой блокнот. Похоже, он мне не поверил, поэтому я прыгнул на него и ударил в лицо. Я же был душевно больным. Ну да ладно. Сколько других людей поступает так же, когда рождаются свыше. В общем, после этого меня снова заковали и повели в изолятор. Опять вкололи мне препарат, чтобы нейтрализовать меня, и вот меня ведут по коридору к изолятору, туда, где я жил. А жил я тогда в отдельной клетке. С меня сняли наручники, и вдруг я услышал ясный голос, который говорил со мной. Я стоял посреди коридора и услышал в этот момент голос, «Беги!» Но ведь я душевно больной, поэтому я стою и думаю, «А куда, собственно говоря, мне бежать?» Я не понимал, что мне дальше делать. Везде были замки. Как вы думали сбежать? Вокруг меня был изолятор. Навесные замки висели везде. На стенах, на дверях, туда и обратно, в одну сторону, четыре с половиной метра, в другую сторону, полтора. Я снова услышал голос, «Беги!» Я посмотрел направо и увидел дверь с несколькими засовами и замком на цепочке. Замок был сбит, и дверь была открыта. Я выбежал из изолятора и побежал в солярий, где было несколько надежных, если так можно сказать, людей среди больных. Я вспомнил, когда полицейский патруль привез меня оттуда месяц назад, я видел несколько более стабильных. В общем, я забегаю туда и кричу, «Я в бегах!» И услышал, как люди начали скандировать, «Беги, беги, беги!» Один парень бросил мне огромный бушлат голубого цвета и огромные ботинки, где-то сорок восьмого размера, а я-то ношу сорок второй. В общем, я выбегаю оттуда и думаю, сейчас поймут, что я сбежал из психушки. На мне были рубашка и штаны с больничным штампом, на котором было написано «Собственность больницы штата». Я спрятал свою бороду, под куртку буркнул, «Здорово, приятель!» и направился прямо к выходу. А дежурный выпустил меня из дверей больницы. Да, но потом послушайте, что было. Когда он выбегал, прямо на него ехала машина. Коротко, что произошло? Я выбежал прямо на середину дороги, и машина проехала сквозь меня. Не успел я опомниться, как уже стоял на обочине и думал, что это такое было. Я увидел, что машина подъехала к краю дороги. А что вы узнали много лет спустя? Женщина за рулем машины оказалась психологом той больницы, штатным психологом. Она увидела, как человек с рыжими волосами, голубыми глазами, сближается с лобовым стеклом. Она подумала, что сбила меня, но увидела, как мое тело прошло сквозь ее машину. Пребывая в шоке, она свернула на обочину и услышала, как Господь сказал ей, «Не останавливай его. Он принадлежит мне». Представляете, это неверующая женщина. Она на тот момент могла слышать голос Бога. Тот же самый Бог, который спас Гэри, любит и вас так сильно. Он был в бегах, но затем вернулся. Потому что Господь сказал ему вернуться. Его проверили и отпустили. Но я сейчас скажу вам кое-что. Он знает, как победить страх. Бог сказал ему научить вас, как победить любой страх. Поэтому не переключайтесь, мы расскажем и вам. Оставайтесь с нами. Это сверхъестественно. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Это сверхъестественно. Привет, с вами Сидрот и доктор Гэри Уэтстоун. И мы сейчас выяснили, что у него было удивительное знакомство с Мессией. И так он женится, и все у него идет хорошо. Но у него состоялась одна встреча. Он знал, что Бог реален, но не был наставлен. Однажды на вечеринке он делает одну затяжку, и весь этот кошмар с сумасшествием к нему возвращается. Ваша жена не смогла этого вынести. Верно. И она решила подать на развод. Что вы сказали судье в день развода? Ведь вы помните этот день? Как будто это произошло с вами вчера. Расскажите нам, Гэри. Я стоял перед судьей, и он спросил, можете ли что-то добавить по поводу развода. Я ответил, да. Он сказал, положите свою правую руку на Библию. Я сказал, нет, я лучше прочитаю из нее. Он сказал, в этом судебном заседании так не принято. Нет, я все равно прочитаю. Библия говорит в первом послании к Коринфянам, 7 главе, а если разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим. Затем я сказал, пусть это будет в протоколе. Я просто хочу, чтобы она опять вышла за меня замуж. Представляю себе, что подумал судья. А дальше было еще хуже. После того, как развод состоялся, он просит... Это просто хуцпа, что на еврейте обозначает дерзость. Он просит свою жену о свидании после развода. Он молится, постится и получает наставление. Ваша жена, должно быть, очень боялась вернуться к вам, к такому сумасшедшему. Она испытывала жуткий страх. Она знала, что при возвращении ко мне ей придется полностью положиться на Бога, чтобы ее отношения с Богом и со мной восстановились, чтобы Господь дал нам второй шанс и показал, что наш брак должен быть не ради нас самих, а для Царства Божьего, для Христа, для людей, которые страдают от страха, трагедий и травмы. Мы бы жизнь положили ради свободы этих людей. И Бог дал ей благодать пройти через все это. Пока я постился и молился, Господь совершил чудо. Она получила рождение свыше и крещение духом. Когда она согласилась выйти за меня замуж, это было словно шагом через пропасть. Она сказала, что была окутана страхом. И Бог дал мне ответы на это и как победить его в жизни людей, будь то трагическое событие, травма, страдания. Неважно, откуда этот страх взялся, то ли естественным путем, то ли из-за диагноза врача, или кто-то сказал, что вы не в своем уме. Сам я пастор церкви, которая находится в четырех километрах от той психбольницы, где я когда-то был. Далеко я так и не убежал, как видите. Знаете, что заинтересовало меня больше всего? Это повеление, которое вам было дано. Вы были на служении, получили около двух тысяч молитвенных нужд. Ну да. И вы нашли много нужд на одну тему. Я проводил молитвенное собрание в огромном Колизее Лондона. Я собрал две тысячи молитвенных нужд и взял с собой. Когда я начал их читать, то увидел, что 70% из них основаны на страхе того, о чем люди просили молиться. Шаг за шагом я начал, и Дух Святой начал вести меня. Я увидел, как страх калечит и мучает людей. В их молитвенных просьбах я увидел, насколько он реален. Всю молитвенную неделю, которую я вел в Эрл Скорте, мы разрушали страх, мучительные волнения, которые одолевали разум людей. Мы боролись только с этим всю неделю. Вы изучили все местописания, в которых говорится о страхе. Каждая из них. Скажите мне, это стоящее дело, которым следует заниматься? Ну, насколько Бог был в этом процессе? Бог дал мне указание действовать шаг за шагом, наблюдать за жизнью каждого, кто сталкивается со страхом. Гедеон был очень трусливым, а Бог называл его мужем сильным. Он боялся, потому что был из наибеднейшего племени колена Монассии. Он боялся, потому что никогда не видел чудес Божьих в своей жизни. И еще он боялся шагнуть навстречу сверхъестественной реальности. Бог дал мне способность и возможность освобождать людей от страха силой Божьей. Бог дал вам акроним слова «страх». Скажите его. F – false, E – evidence, E – appearance, R – real, от английского fear – страх. И как это расшифровывается? Ложная реальность, кажущаяся очевидной. Так просто и в то же время так глубокомысленно. А что это значит лично для вас? Это значит, что люди полагаются на объективную реальность, которая показывает им одно, а у Бога запланировано совсем другое, действующее только тогда, когда они перестают идти на поводу у страха. Он может появиться из-за диагноза врачей, из-за ситуаций, которые кажутся безвыходными. Он может быть связан с оплатой по счетам или надвигающегося финансового краха. Страх приходит, когда люди, возможно, совершили ошибки в прошлом и теперь боятся их повторения. И Бог дал нам четкую и полную инструкцию, как сделать их свободными от любого вида страха. Вы мне сказали, что живете в свободе от страха уже 10 лет. Это так? На самом деле? Да, я свободен от страха. И вы не боитесь ни болезни, ни смерти? Около двух с половиной лет назад я был в Нигерии. Я взбирался на гору и почувствовал, что мне трудно дышать. Я не мог даже вздохнуть. Когда я вернулся домой, то пришел врач-пульмонолог и сказал, Гэри, у тебя рак легких. Тебе осталось три месяца в лучшем случае. Моя жена уехала на несколько месяцев за границу, и мне даже не было кому рассказать. И я сказал врачу, это неправда. Он спросил, как это неправда? Я более 20 лет работаю врачом-пульмонологом. Я сказал, нет, это неправда. Ведь я знаю, как умру, и точно не от рака легких, так что этого не будет никогда. У него было видение своей смерти. Но вам это не нужно. Вам нужно только Божье Слово. Верно. Господь говорит, что вы не умрете, но будете жить. Верно. И возвещать дела Господни. Это Слово для вас. Вот что я скажу. После паузы я попрошу Гэри рассказать нам, кстати, сколько опухолей у вас было? 80. 80 опухолей. Он в чужой стране. Жить осталось три месяца. Ой-вей, не переключайтесь. Будет очень интересно. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сид-Рот нашел ключ к достижению еврейского народа, Божьей любовью. Одно новое человечество откроет доступ к Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях, и тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Заходите на наш сайт сегодня. Многие из нас могут говорить о чудесах, произошедших в их жизни. Сверхъестественное рядом с нами. Мне 14 лет. Этим утром я смотрела программу об ангелах и почувствовала, как на меня изливается тепло. Я расплакалась. Я болел раком, и Господь исцелил меня. Это настоящее благословение, и имеется возможность смотреть передачу «Это сверхъестественно» каждую неделю. Если вы хоть раз соприкоснулись со сверхъестественным, присылайте ваши письма на наш сайт sidrot.org. Это сверхъестественно. Представьте себе, вы в чужой стране, и доктор говорит, что у вас 80 опухолей, и вам осталось жить три месяца. Веская причина для страха. Не так ли? И что было дальше? Гарри, расскажите. В моем духе я чувствовал уверенность, которую Бог мне дал, что это не рак. Как потом и оказалось. Я был единственным выжившим человеком на восточном побережье с таким диагнозом. И позже они обнаружили, что в прошлый раз на томограмме моих легких размер опухоли был с булавочную головку. Никакой химиотерапии, ничего. Бог просто сотворил чудо сверхъестественным образом. Но реальность того, что Бог сделал, и это очень важно, в том, когда приходит страх. Он может прийти из-за поставленного диагноза. А во многих странах, куда вы направляетесь, это может быть влияние заклинаний. Это могут быть произнесенные над кем-то слова проклятия, судьбы, смерти. Это может быть страх углубиться в историю семьи, чтобы найти причины страданий в вашей жизни. Что угодно. В вашей семье наследственные болезни сердца. Верно? Расскажите, что случилось с вашим отцом. Там было что-то, связанное с наложением проклятия. Так и есть. И эти проклятия очень реальны, потому что мы принимаем их как стандарты, как действительность, как кажущуюся очевидную ложную реальность. И нам нужно знать разницу в том, что в нас живет Господь и Его любовь, которая проникла в наши сердца сверхъестественнее, чем любой голос, который обвиняет нас. Я бы никогда не послал болезнь своему ребенку, как отец. Я бы никогда не смотрел на своего ребенка, как на нежеланного. Я бы никогда не пожелал своему ребенку попасть под машину, заболеть или чего-то, чтобы разрушила его жизнь. Вот так действует любовь Божья в нас. Мы имеем силу Божью, чтобы подняться и победить страх, потому что совершенная любовь изгоняет всякий страх. И вы должны понимать, что страх — это голос, который хочет остановить нас на пути к цели и плану Божьему для нашей жизни. Если мы в любой момент остановимся, то не сможем сделать следующих шагов. Бог дал мне ключи к освобождению людей от страха, парализующего их разум. Не могли бы вы нам сейчас раскрыть один или два секрета? Пожалуйста, это очень важно. Один из ключей — это просто наличие реальной информации. Так как за этой информацией стоит дух, то вы видите или слышите его. А Бог дал нам силу. В послании к римлянам, в восьмой главе сказано, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Но духа усыновления, которым взываем Авва Отче, Папа Бог, мы не ограничены. Итак, это дух, это первое. Я вспомнил местописание, в котором говорится, «Ибо дал нам Бог духа». Видите слово? Не боязни. Страх — это дух. И мы думаем, что это мы сами или что-то извне. Но это дух. Это наш враг. И его нужно победить. Мы побеждаем его с помощью имеющейся в нас природе Христа. Его имени, имени Иисуса, Иешуа и силы Святого Духа, данные нам Богом. Еще есть дух, который атакует, когда мы полагаемся на плоть. Я не в состоянии это преодолеть. Я не могу с этим справиться. И страх приходит, если мы полагаемся на интеллект, на способности, но мы не естественные. Мы сверхъестественные дети Божьи, получившие от Него силу жизни, воскресение всемогущего Бога. Я должен вам сказать, могу я вам признаться? Да, я слушаю. Я признаюсь вам, всем вам, у меня нет той способности, какую вы видите во мне каждую неделю. Ее нет и не будет. Я узнал об этом много лет назад. Но когда я полагаюсь на своего Бога, Он всегда помогает мне в этом. Он наставляет меня. Сто процентов. У меня может быть страх от того, что я знаю о своей ограниченности в возможностях. Сто процентов. Но я не ограничен ни в чем. И вы ни в чем не ограничены. Сила Божия безгранична в каждом верующем. Если мы даем Ей доступ и начинаем познавать жизнь, сущность Христа, который внутри нас, Бог дал нам жизнь после смерти. Мы начинаем после смерти. Мы не начались в этой жизни. Мы начинаемся после смерти, победив вечную смерть в аду. И в нем, в том, кто любит нас, мы больше, чем победители. Нас ничто не держит на этой земле. Ни ад, ни человек, ни болезнь не имеют силы остановить Дитя Божье. Мы наделены сверхъестественной силой Божьей. Просто подумайте об этом. Гарри, вы сами видели столько чудес. Пожалуйста, расскажите нам об одном чуде исцеления глаз. Я ожидал Бога. У нас был крусейд в Заире, в Конго. В очередь на молитву вышло где-то 70 человек с бельмами вместо глаз. У них совсем не было глазных яблок. Нас показывали по национальному телевидению, у подножия президентского дворца. И Дух Божий сказал мне показать тех людей по видео, перед тем, как Бог начнет двигаться. Затем мы стали молиться, чтобы Бог явил свою силу и сотворил новые глазные яблоки. И Господь сотворил новые глаза каждому из тех людей. И после этого десятки тысяч людей со всей страны пришли принять Иисуса. Это было так захватывающе. Были вызваны войска, чтобы остановить наплыв людей к президентскому дворцу. А теперь задам вопрос. Деньги. Сегодня для многих людей это больная тема. Вам срочно нужно было собрать 4,5 миллиона долларов. Это просто нереально было сделать. И вы начали учить членов своей церкви о процветании. И что же тогда произошло? Господь сказал мне пригласить 20 семей к себе домой. Одному из тех, кто пришел к нам в гостиную, я помог избежать срока за проституцию. Другой семье мы помогли оплатить счета за электроэнергию, так как у них не было денег. Третьей семье мы помогли с оплатой аренды жилья, так как им нечем было платить. И среди этих 20 семей не было ни одного человека, который мог бы что-то отдать. Но Дух Господень сказал, что Бог каждому из них даст возможность пожертвовать более 20 тысяч долларов. И на следующий день они стояли перед всей церковью и говорили о том, что хотят пожертвовать с полмиллиона долларов и просят церковь присоединиться. Мы говорим о людях без гроша в кармане. И в течение 30 дней первого месяца, последующие 30 дней, пришли остальные миллион долларов. Это пришло от людей, которые раньше никогда не видели денежного избытка в своей жизни. Одна семья пожертвовала 80 тысяч долларов. Это была та семья, которой мы помогли оплатить счет за электроэнергию. В течение двух месяцев Дух Святой наполнил это место и излил изобилие. Это было так захватывающе. Просто видеть, как одна мысль от Бога уничтожила голос банков, говоривших, раз у вас нет денег, мы заберем вашу собственность. Мы приближаемся к довольно нелегким временам для планеты Земля, если вы заметили. Но это будет самое лучшее время. Смотрите, Бог не хочет сделать вас миллионером ради самого факта. У вас есть великое, более высокое предназначение. У вас есть лучшая судьба. Вы думаете, что Бог просто славный папочка, который просто будет творить для вас чудеса? Ваше предназначение намного ценнее, чем все деньги этого мира. У вас есть судьба. Рисунок ваших отпечатков пальцев не похож ни на один из отпечатков других людей на Земле во все времена, и никто не может сделать то, что можете только вы. Так почему же вы тратите свою жизнь впустую, когда можете иметь все? Иметь все значит знать, что Иисус умер за ваши грехи, знать, что вы праведны, потому что Иисус живет внутри вас. Слышать голос Божий и исполнять свое предназначение. Не откладывайте на потом. Сделайте правильный выбор. Вы же не глупый человек. Сделайте Иисуса своим Господом. Сделайте Иисуса своим Господом сейчас. Смотрите в следующем выпуске. Мой гость говорит, если у вас живет сверхъестественная надежда, то никакой диагноз врачей и никакой финансовый кризис вам не страшен. Вы имеете сверхъестественную надежду при любых обстоятельствах жизни. Мне очень любопытно. Интересно было бы услышать о таких редких вещах. А как вам? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!